Анг приготовляют на день битвы, но победа от господа. Всем привет, с вами братья Орике, это долгожданная серия за святую Польшу. Произошли траблы с сейвом, и мне пришлось перезаписывать. Делаю всё то же самое, но тут. Во-первых, мне отдали вот эту территорию вместо этой, но это пофиг. Посмотрите, что здесь произошло. Беларусь стала марионеткой России, и просто так на моих глазах она поменяла цвет. Дон Кубань воюет с Россией, тут у нас Дмитрий Романов. А в Украине Народное Королевство тоже воюет, и это вообще гиперинтересно. Я постараюсь помочь Украине хоть как-то задефаться, хоть с ей очень сложно, тут тоже всё жёстко. Но, блин, Корская Республика нас предала, но всё же Киев держим, Киев наш. Мы Киев будем брать. И отправлю добровольцев, пожалуй, сюда тоже. Везде тут защищаем. Я надеюсь, мы сможем хоть как-то выстоять. Бишь минус, дефаемся, и тут и там. Найс. Блин, ну как мы могли допустить этот котёл? Ну нафиг. Ну ты видел, видел? Ростов провевают. Даже Новочеркасск сейчас пробьют. Мои бравые дивизии пали за Дон Кубанский Союз. Это удар. Украина тоже такое чувство, что скоро пойдёт. Румыния тоже начала войну, и Румыния вошла в альянс с Россией. Офигеть. И Сербия тоже. Скадыняки! Бравые воины пали в Дон Кубанском Союзе и Украине. Последние остались в Киеве. Похоже, что нам придётся мстить. Мстители, собирайтесь, будем сражаться. На нас напали русские. Государство Российское возомнило из себя крутого. Призвало даже Румынию в свой альянс. Они съели даже Беларусь. 10 июля был взят Киев, и наши добровольцы были убиты. Но мы покажем ему, кто такое настоящая месть. Чего? Нет, ладно. Я тут чуть ли не книгу пишу про то, что мы будем драться за святые земли наших братьев-украинцев и Дон Кубанчанин. А тут Хазарский Каганат. Эм, Крым. Крым. Эм, ситуация превратилась в такое, что не Крым это Дон Кубань, а Дон Кубань это Крым. И даже больше я вам скажу. Тут намного больше, чем Дон Кубань. Ну что же, я подумал, что мы можем сделать, чтобы усилиться, прежде чем начнем войну с Россией. И я увидел, что в Австрии и Венгрии вспыхнула гражданская война. Но Венгрия уже успела проиграть. Однако, в Венгрии было много девок, которые Австрия потеряла. Теперь они стали намного слабее. Конечно же, у нас не так много девок, но все-таки у нас есть я, Наполеон Бонапарт. Ладно, шучу. Погнали. А, забыл сказать. Исконные польские земли. Вообще отвечаю, особенно в Венгрии. Опа. Лемберг в котле. Кто не понял, это Львов. На передодні Різдва у Львови з'являється особливе пиво. И три дивки закрываются. А вот это я хочу вам сказать еще один котел. Тем временем, пробуем взять Краков. По идее, они в котле, им должно быть плохо. Надо постараться их закрыть. Ес, Краков наш. Ес, минус три. Уху. И Голиция Людомерия капитулирует. Вот это я понимаю. Очень даже неплохое начало. Наполеон оправдал себя. И теперь, что мы имеем. Австрия осталась всего лишь-то с Чехией и Лирией. У самой Австрии не так же много дивок. У Чехии и Лирии тоже. Так что мы примерно на равных сейчас. Но учитывайте, что это комп. А я Наполеон Бонапарт. Е, Ж, Голи. Ла, 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 ми, дай. Чемисель со снабжением во всяком случае, чем берем. Где-то ближайшее, ого, у нас тут его дофига. Ближайшее вот тут, в Михаловце. Поэтому надо прорывать сюда. Логично, я думаю. Логично. Не правда ли? Снабжение Михайловка. Посмотрите, как прекрасно. Теперь снабжение у них реально тут очень плохое. Поздравляю вас с котлом. С огромным котлом. 4, 8, 9, 10, 11, 12 дивок, из которых 2 танка. Офигеть. Не думал, что мы такую рыбу словим. И еще один котел на 7 дивок. Тем временем, когда этот уже закрыт. Прага взята. Молодой Наполеон проводит более чем успешную кампанию в Чехословакии. Австрия скоро должна пасть. Мы проходим в Венгерские горы. Австрийская Чехословакия капнула. Будет Україна вільна, будет ненька самостивна. Эй, эй, моски, на ножи, на ножи, на ножи. Есть. Австрийская империя капитулирует. Мы сделали это. Начнем с того, что кроме всего я забрал неплохо, так фу-у-у там. А также, ну просто посмотрите на эту огромную империю в Европе. Мы больше, чем Германия. Ну, конечно же, сейчас будем делить на марионетки. Начался второй вельткрик. Германия объявила войну Франции. Точнее, Франция и Германия. И справа у нас нету никого. Что если мы нападем на Германию? Слушайте. Швейцария. Коммунистическая Швейцария. Я даже боюсь с Германией. Вот это да. Германия сейчас занята огромным фронтом. Она потеряла все свои колонии в Африке. И это лучший момент, чтобы на нее напасть. Пока что мы сделаем марионетки, а потом, если что, их обратно зааннексим, да? Потому что пока что сильное сопротивление. Ну что ж, чтобы захватить Германию, давайте выполним фокус и сгоните демонов обратно в Весту. Ну, а это уже будет в следующей серии, которая как раз-таки уже отснята. Так что все зависит от вас. Если вы наставите лайков, то она не заставит себя ждать. Спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки, залетайте в Дискорд. С вами были братья Африки, всем удачи и всем пока.